Ну на самом деле смотри какая тема. Мы стали звездами ютуба. Смотри, три камеры на нас смотрят. Мне кажется, моя собака очень хочет в кадр. У меня все такие тщеславные. Поезд пойдет мне за поезд. Радужка. Безработная, жена программник. Все встало на свои места. Да, теперь Анастасия вызывает у нас зависть, а не жалость, друзья мои. Короче, корона мне конкретно сэкономила денег. Как это ты мне не нравишься вообще сейчас? А я просто не знаю, что мне делать дальше. По-моему, мне надо бежать. Это за мной мата летят, чтобы объяснить тебе. Объяснить мне, что я не права. Только в метро и автобусах не было никого. Я честно сперла идею у тебя. Вот какие бывают прекрасные воры. Вот как надо, друзья мои. Тырите и говорите в лицо. Спасибо. Это прям крутая штука, но дайте мне в нормальном виде. Бабушка уже старенькая, мне нужно. Мука из опилков и мусора и говна. Ну да. Но из нее тортик не испечен. В общем, я так расстроилась. Я прям в третьем магазине начала плакать. Вероятно, это связано с дальнейшей историей. Слышмоб, они все были в трусах. Потому что такое ощущение, что эти динозавры начали превращаться в каких-то уже современных животных. Apple Pay, это у вас в Сибири такая технология? О, да. Послушай, там было два проекта, которые я стояла, и у меня в руках была медовуха. Я говорю, кому это надо? Смотрите, что он делает. Мо, Патрик. Мо, Патрик. Поскольку у вас еще нет актуальных предложений, про чё нам поговорить, поэтому мы просто собрались на крыше Улии, смотрите, на прекрасной крыше в Гамбурге с видом на закат. Очень жаль, что вам не видно, но мы поставили уже таймлапс и подмонтируем там, чтобы вы вместе с нами наблюдали закат, на котором мы сейчас любуемся, глядя в те места, где сейчас стоит камера. Про чё я хотела сегодня с вами поговорить, ребята? Мы в прошлый раз обсудили важную, одну из базовых тем для всех экспатов, для всех эмигрантов, это переезд и все его проблемы. В этот раз хочу обсудить слово на букву К, которое всех достало. Конечно же, смотреть очередные разговоры про ограничения всем скучно, поэтому я вам задам такой вопрос. Итак, главный *** года. А. Повар из Уханя. Б. Полицейский из Миннеаполиса. С. Сварщик из Бейрута. Д. Президент из Минска. Ваши варианты ответа. Да, это про 2020 год, который… Так, подождите, я хочу напомнить, что 2020 год еще не закончился, и варианты ответа, возможно, еще там добавят, варианты, ну, вопроса. То есть это, скорее всего, вопрос такой на середине 2020 года. Ну, нам нужен астролог в компанию, иначе мы не вытягиваем вообще этот контент, да? Я попытаюсь посмотреть. В будущем? Виден ли там… Там должен быть аэропорт, вероятно, нет? Ну, в общем, я хотела, да, как раз спросить у вас про 2020 год. У нас уже столько потрясений, столько жести за год произошло. Ну, по масштабу, наверное, по масштабу, это все-таки повар из Хуани, наверное. Из Ухани. Из Ухани. Ну, Ухани, Хуань, то есть там такая Хуань произошла после этой Ухани. Ну, и почему? А что тебе полицейский из Миннаполиса, вот эти все демократические вопросы, леволиберальные? Ну, они отразились только на… больше все-таки на американском… Ну, не знаю, мне кажется, всю планету это тоже сотрясает сейчас эти… Ну, нет, солидарность идет, то есть конкретно они не были затронуты этим самым… То есть просто была солидарность, которая здесь была… Вы вообще заметили, что в любом случае все приходит к некому объединению людей против чего-то, ну, вот к какому-то или выживанию, или созданию новых условий, или и то, и другое вместе, но вообще тенденция такая, что если раньше, ну, как-то очень фрагментарно сменяли там новости одни-другие, да, там, не знаю, там случилось землетрясение, мы две недели про это поговорили, кто-то там помог, кто-то просто поохал, кто-то продолжил смотреть сериальчики, и все, то сейчас, как бы, что они за события, то, во-первых, очень масштабные сразу, ну, вероятно, сети нам сильно помогают в этом. Ну, да. Ну, и народ как-то так объединяется вообще вообще. Как раз-таки из этих четырех случаев, наверное, сварщики из Бейрута, наверное, это та ситуация, когда все сказали, вау, жесть, три дня говорили об этом, и все. При этом там тоже сейчас протесты, жесть, и вся такая хрена тень. Да, там сейчас пошла дальше политическая. А все дальше думают про другие вещи. Конечно, Беларусь, то, что происходит там сейчас, тоже очень большая жесть. Может быть, и поэтому наше русскоязычное медиа общество, медиапространство переместилось туда, и там в Бейрут мы уже не смотрим. Вообще вся активность, ну, скажем, в социальных сетях, она такая волнообразная. То есть, начало одно, произошел какой-то более масштабный, или который тебе ближе, как, скажем, например, дела в Минске и Беларуси, то ты сразу переключаешься, думаешь, блин, пофиг с этим Бейрутом, у меня тут жесть происходит у нас, у моих родных и прочее, и переключаешься. Я надеюсь, что никакой другой жести не произойдет, которая просто все это перечеркнет, весь коронавирус и прочее. Хотя вот если мы говорим про коронавирус, тут слухи ходят, что вторая волна будет. Мы так с тобой уже не стали бизнесменами из-за этого. Ну, на самом деле, смотри, какая тема. Мы стали звездами Ютуба. Смотри, три камеры на нас смотрят. Три камеры на нас смотрят два человека, знаешь, там типа. И то соседи, знаешь, из соседних домов. Кстати, это было бы неплохо, мы можем транслировать себя на большой экран. Соня абсолютно неинтересен наш контент, я хочу заметить. Нет, Соня молодец. Ладно, значит, выяснили. Усатый из Беларуси не слишком. Сварщик из Берута, ну, просто рукожоп. Полицейский из Миннаполиса, типичная американская история. А повар из Ухани, в общем-то, повлиял на всю планету. Вот мы, например, с Димасиком не стали бизнесменами в этом году из-за коронавируса. А что тебе? Что, этот почему? Ну, смотри, мы перед тем, как вся эта история началась, помнишь, мы с тобой в начале марта у тебя на кухне встретились. То есть я такая хвасталась, что я все, уволилась, завязала вот со всем этим порочным кругом работы. Мы же встречались в последний разрешенный день встречи, да? Ну, это тоже, да. Или это было раньше. В марте, в марте, вспомнили, в марте встретились. Когда Андрей приезжал, да. Я тогда стояла у тебя на кухне, говорю, вот, я закончила работать, и две недели ничего не делаю. И я так долго ничего не делаю. Две недели, ребята, это было просто без работы. Но это был момент, когда в феврале я уволилась из своей обычной постоянной женевной работы с прицелом на то, что, ну, вот сейчас отдохну, весной займемся... Ой, что-то там, там Патричик. Там Патрик просит кровать. Просит кроватку. О, Господи. Это же у всех есть место, даже у тебя вон насест, понимаешь? Да, да, да. А у собаки нет, он сейчас переедет. Он сейчас куда-то перетащит. Нет. Тут другие планы. Патрик? Что? Да, у нас дневное шоу. А это видно с GoPro? Нет, это не видно. А тогда встань телефон. Что ты хочешь? Давай мы отодвинем. Делай с ней, что хочешь. Ты взрослый человек. Сколько тебе лет уже? Так отвернись. 12. 11. Я уволилась в феврале с прицелом на то, что, ну, вот сейчас весной, внимательно займемся блогом. Больше сил буду тратить на экскурсии тогда и т.д. и т.п. И к осени накупим денег в бюджете Гамбурга на бегу и запустим агеннуто со стволом. Ну, конечно же, когда мы с тобой даже в районе 8 марта встречались на кухне и такие думали, ну, коронавирус же уже был где-то, но мы же, помнишь, не думали, что нас закроют. И я была уверена, что, ну, вот сейчас все, сейчас будет хорошо. И ничего, конечно, хорошо не случилось. В итоге через месяц, там, через полтора месяца я уже звонила психотерапевту с абсолютными всеми признаками депрессии. А, ну, ты знаешь что, я психотерапевту позвонила тоже примерно через месяц после того, как было понятно, что вот уже никто никуда не идет. Но я позвонила не потому, что меня накрыло, а потому что я поняла, что это офигенный, ну, то есть я ничего не могу изменить снаружи. Я не очень вольна в пределах там, не знаю, своей жилплощади, ну, потому что не так много чего можно сделать. Хотя, потом расскажу, были люди, которые и так, значит, талантливые это использовали. И я решила, что прекрасная тема сейчас, вот это вот все свои там механизмы наладить. Мне кажется, моя собака очень хочет в кадр, у меня все такие тщеславные. Димасик, возьми его к себе на ручке. Нет, да он ему нормально все, ему хорошо. Или ты за невинность своей ноги беспокоишься? Нет, нет, ты не волнуйся. А сколько тебе лет, друг? Он в прошлый раз на нее подарился. Что это такое сейчас началось? Тут заезжают шуточки про геев для твиттера сейчас. Что ты, что ты? Тут только кинологи, только кинологи. Поезд пойдет мне, поезд, да-да-да, радужный. Короче, я тоже пошла к психотерапевту, но просто потому, что я поняла, что теперь есть реально дофига времени, которое можно использовать для того, чтобы привести в порядок то, что внутри. Так и что ты сделала? Это что получается у нас психотерапевты, наверное, одни из тех, которые конкретно вот это? Уверена, что да. Потому что были люди, которым было сложно, страшно, больно, они не понимали, что делать. Причем, если у Насти ситуация все-таки более-менее, ну, как бы, ты сделала правильный шаг, он был абсолютно логичен с точки зрения твоей ситуации. Я просто не знала, что я делаю так вовремя просто. Да, но никто же не знал, да. Но твоя ситуация все равно позволяла тебе дальше как-то продолжить довольно комфортное существование. Ну, да, шаг был. Да, потому что я содержанка. И ты превратилась в нормальную классическую содержанку. Все прекрасно. Безработная жена-программист. Все встало на свои места. Да, теперь Анастасия вызывает у нас зависть, а не жалость, друзья мои. Да, ну, короче. И да, то есть были люди, у которых было реально плохо, страшно, потому что они, в отличие, кстати, от Насти, могли потерять вообще там все, ну, или там оказаться в какой-то, ну, совсем уж непонятной ситуации. А были люди, которые просто от того, что, типа, а, ну, вот я всегда говорила, что у меня на это нет времени, почему бы и нет. Еще я, между прочим, врубилась в тему онлайн-тренингов, не обучающих, а физических. У меня был тренер, который со мной занимался онлайн три раза в неделю, но тупо потому, что я просто заглянула на, ну, тупо две недели вперед и поняла, что если я буду есть так, как я ем, и двигаться так же, как я двигаюсь, то мы прям вообще не встретились. У меня сын набрал, кстати, он перестал, они ходили на две тренировки, то есть у них в течение недели было один или два только свободных дня, и вот это, считай, вычеркнули, минус движения на велосипеде в школу, в гимназию и обратно, все, парень сразу там 5-6 килограмм набрал такой. Лия, а ты уже не самая моя любимая подруга, потому что, судя по тому, что ты жалуешься на страх потолстеть, с нашего разговора в марте у тебя на кухне ты еще, наверное, килограмм на 10 похудела. Ну, я же успела переехать, то есть мало того, что я сначала... Ну, давай честно, я вдарила тренировок 3 раза в неделю. Как это ты мне не нравишься вообще сейчас? Я просто не знаю, что мне делать дальше, по-моему, мне надо бежать. Просто Настя такую паузу и такое вообще колесо глазами. Да, и гул самолета такой. И самолет, а это за мной. Ой, давай часы на другом. Это за мной нато летят уже, объясните тебе. Объясните мне, что они права. Короче, но я просто поняла, что я так себя быстро уничтожила этим, что, наверное, через 2 месяца я просто написала тренеру, ну, я всегда ему написала, что я его ненавижу, он, видимо, за это конкретно и получал деньги, но потом я ему написала, что, типа, я тебя ненавижу, вычеркни мой номер, я не могу больше. Ну, потому что я реально поняла, что я себе в какие-то такие условия поставила, что я 3 раза в неделю, ну, я себя пытала час до тренировки, потому что мне надо было себя заставить. Потом я себя пытала тренировкой, а потом, значит, мне было плохо, тяжело. Ну, видимо, я то ли не тот был выбран темп, то ли просто спорт не мое, надо признать, и все уже, да? Вот, но, да, я... И не мое. Ну, подожди, короче, кто вообще, я так понимаю... Спорт это вообще ничейное. Я так понимаю, что мы все как-то использовали корону, например, да? Да-да. Для прокачки своих каких-то скиллов. Не будем хвастаться, кто-то просто выживал. Так, а что у тебя прокачалось? А что у меня прокачалось? А ничего, потому что я именно... Ничего! Потому что я как раз-таки работаю на той фирме, которая не ушла ни на курсы, на уроченный день. Ничего не изменилось. То есть я так же ездил на работу, только в метро и автобусах не было никого. Ты был один. Вот. И проблема была, например, первой неделе пойти что-нибудь найти на обед. Я брал обед с собой. Короче, корона мне конкретно сэкономила денег. Да? То есть я брал с собой еду. И гуляем. Налий, пожалуйста, нам вот что там стоит. Я мороженку вам сегодня купил, так что не надо. А, ладно. Да. Было. Желательно. Было, помню. Серьезно, корона мне сэкономила денег, потому что работа у меня осталась. Я ездил в офис. Но из-за того, что не ходил на обеденные перерывы и не покупал что-то в городе, я брал с собой, и это прям нормально сказалось на кошелечке. Оказывается, ты просто жрун? Да, я жрун. И единственный минус, что дети тоже были все это время дома. А они, знаешь, ты когда дома сидишь, да любой. И дети тоже, они такие, так, что-то надо там заточить. Двадцатый подход к холодильнику. А также, дорогие телезрители, радиослушатели. Вадимкин ответ, это ответ на вопрос, почему мы за карантин, за коронавирус не усилились в блоге «Гамбург на бегу», я имею в виду. Я вообще думала, что вот все такие, раз у нас много времени, мы сейчас можем что-то то, то, то и другое делать. Я тоже думала, что мы можем много снимать. Но Дима работал, ему нисколько не сократили рабочее время, даже в самые опасные, в самые парамидальные времена, когда все боялись, что все, 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 жопа. У всех в конце марта, он, да, вот в конце марта он как раз взял одну неделю отпуска, типа, от страха. Мы как раз сделали вот этот выпуск, один, и все. Да, он, кстати, был прекрасный, мы смотрели его с замиранием секса, да? А потом все, потом обычные дни. Она плакала в конце. Да, я помню. Я помню, особенно там титы, когда хлопают. Это музыка. Ду-ду-ду, вообще, ой, фоторные мурашки. Хороший выпуск получился, мне нравится. Хороший выпуск получился. Но дело в том, что из-за того, что Димка реально работал, а плюс семья, которая ни в школе, ни в садике, ни на тренировках, у нас с ним, с Гамбургом на бегу, получилось, что у нас еще меньше времени. И я просто все это время, которое у меня лично тотально высвободилось, да, у второй половины Гамбурга на бегу, я просто лежала, ела и переживала, что я... И выращивала огурцы, подожди, у тебя начался с садом. Да, но на огурцы, кстати, вынужденным шагом стали. Я искала себе хоть какое-то занятие. И подсадила еще и меня. Подсадила огурцы, и Димка на огурцы. До того, как позвонить психотерапевту, я еще попыталась, последнюю даже попытку, хоть какой-нибудь смысл жизни обрести, я посадила горсть семян, теперь у меня весь дом, балкон, двор, все в зелени. И более того... Сейчас был как у Малефисента, такой хохот у тебя. Как будто твои тыквы захватили соседские территории. У меня кабачки. Во дворе вообще его пользуются. Вот вы смеетесь. И после этого мы теперь с моим мужем переезжаем в квартиру с большой террасой на улице. Мы когда... Настя попросила, я помог ей, свозил ее в магазин за горшками для огурцов. За землей. За землей, да. Говорит, возьми тоже. Короче, это оказалось очень забавным. Дело в том, что я с пацанами посадил со своими сыновьями. Мы даже это записали, я еще не нарезал. У меня не было времени. На канале моего сына Аарона выйдет видео. Весь процесс, как мы садили, как они выросли, как мы пересаживали. Где-то там будет ссылочка. Сделаю обязательно на этот. Он у меня звезда. А вообще, конечно, я... Сейчас все зрители обалдеют. Она что там, в трусах сидит? Нет, тут шорты. Но я полезла в шорты. Вот зачем. Лия, я тебе хотела показать, но я хочу живую реакцию, чтобы ты... Вот, чтобы... Поэтому ты мне не показала. Там на кухне давай. Задокументировали. Да, варь. Мы, короче, сложа руки, не сидели. Кто-то лежал и писал. И кто-то лежал, как работал. Короче, мы сделали... Это маленький вариант, но мы сделали путеводитель по Гамбургу с картой. Все полностью отрисовано нашим художником Юлией Чистяковой из Филадельфии, из Америки. Но с обратной стороны куча текстиков, которые написала сама, как бы выглядит, что немного, но там, извините, 22 тысячи знаков. Это как... Между прочим, первый путеводитель по Гамбургу был у меня. Вот. Вот. Вот вам моя реакция. И генеральное консульство, между прочим, это... Тоже твоя идея. Я ее... Про генеральное консульство я честно сперла идею у тебя. А все... Вот какие бывают прекрасные воры. Вот как надо, друзья мои. Тыльте и говорите в лицо. И аргументов нет больше. Потому что хорошая идея. И хорошая идея, да. Люди, которые пользуются картой, они... Значит, у них нет интернета. Как они погуглят тебе телефон, если у них украли все? Правильно. Об этом и я подумала. А карту никто воровать не будет на русском. А я боялась другого. Я боялась, что эти люди без интернета начнут звонить куда? Правильно, мне. А зачем мне это? Мне это не надо. Поэтому я сразу... И плюс у тебя украли телефон, сумку, деньги. У тебя есть бумажные карты, на них написано все. Вот, в общем, я тебе показала, что мы наконец-то... А, беговые прогулочные тропы. Дорого, красивенько. И мы очень этим гордимся. Короче, она будет в размере в два раза больше. Это тестовый цифровой отпечаток. Это А3, да, будет на А2. И вот, ребята, тиража у нас пока еще нет. Если вы хотите поучаствовать в тираже этой прекрасной карте... Причем, что характерно, женщина на репербанде примерно размером советскую филармонию. Вот, что значит, значимый точек. Если вы хотите поучаствовать в добром деле, в печати путеводителя, который мы сделали абсолютно полностью сами, без рекламы и всего остального... Дайте денег, ребята. Можете прислать, да, любое пожертвование на сумму от 10 евро. Мы отправляем вам в подарок бесплатно нашу карту и наклеечки. Так что ссылочка там внизу в описании есть. Если вы хотите получить ее, напишите, пройдите по ссылочке. Очень ценно, что есть карта метро. Причем, знаете, какая-то проблема? Да, здесь она, конечно, мелкая, но я тебе напоминаю, что он будет в два раза больше. Ну, ты мне подаришь лупу, я поняла. Ну, в нашем возрасте лупа должна быть всегда с собой. Дима ходит все время куда-то за камер. Да, не отвлекайтесь. Дело в том, что... Кроме того, что Дима у нас не только талантливый, телеведущий, селебрити, человек, которого узнают на улицах, он еще и снимает эту всю красоту, монтирует, потом не высыпается. Говорит, да ладно, что я-то? Вы сами все сделали, вы такие умные, такие классные, а что я-то ничего не делал? В общем, Дима, это комплименты тебе. А теперь время для твоих комплиментов в карте путеводителя. Отличная штука, мне даже жалко, что вы это сделали в форме карты. В том смысле, что вот это ценно, но вот эта крутая штука, я не знаю, удобно ли будет читать в таком формате. Ну, то есть, наверное, да, но прям хорошо. Она должна будет складываться, ну, вот, как, знаешь, такой буклетик. Ну, круто, круто. То есть, нормально такая информация, причем, что приятно, что это не... У нас будет большой тираж, мы тебе задарим, даже без донатов. За то, что ты идею подкинула с консульством. Вот так делается бизнес, да? Давайте, что-то как-то не останавливайтесь. Ну, а что будет дальше осенью, фиг знает. Вот сейчас, конечно, какое-то ощущение, что у меня там стало помягче. Я вот, например, даже съездила в отпуск, коротенький, на 4 дня в Венецию. Да, мы же ненавидим тебя все давно. Ой, да ладно, ты перед этим на Майорке была. Я ее просто заблокировал. Правильно. И все. Замьютил и нормально. Она и не заметила. И до сих пор даже не раз заметила. Она и не заметила. Зачем? Но есть какое-то ощущение, все эти разговоры про вторую волну и прочие заговоры. И у меня... Это крутая штука. Спасибо. Это прям крутая штука. Ну, дайте мне в нормальном виде бабушку уже старенько. Мне нужно, чтобы я могла положить шляпу. Мы напечатаем тираж, тираж напечатаем, потому что цифровую печать А2 не делают. Тираж надо в сайте. Хорошо. Ну, это я все разберу. В общем, про осень. Есть у меня ощущение, что если будет эта вторая волна проклятая, будет еще хуже всем. Ну, смотри, я тебе так могу сказать, что, во-первых, такое событие, оно кого-то круто оттренировало. И если мы не будем окончательными дебилами, то мы, вероятно, во время второй волны уже как бы знаем, как жить. Ну, во-первых, вряд ли все ломанут покупать только туалетную бумагу. Судя по всему, присоединятся какие-то еще продукты. Я уверен, что у некоторых она еще до сих пор осталась. У меня макароны остались. А гречи? У меня тоже есть какой-то запас продуктов, которые не портятся, но есть нюанс. И не превращаются в полезные продукты питания. То есть, как бы, вот они стоят, типа, они, знаешь, на черный день. И такая классно, я бы знала, что с этим делать, понимаешь? Было бы здорово. Что кому не хватило, кстати, когда был все-таки такой сложный режим? Ну, понимаешь, я не могу об этом так четко сказать, потому что у меня, ну, как бы, я работал. У меня была одна истерика у Егора. День рождения 31 марта. И я, ну, я, во-первых, пеку тортик этот на день рождения. Ему он обожает вообще по всем праздникам. Он прямо так страшно-страшно любит. Получается, большой такой медовик. Ну, как я тебя привозила? Да-да, вот то, что мы ели сожжали. Вот. И 31 марта у него день рождения. А у меня еще такая история, где я тебе напоминаю, в феврале я уволилась, надеясь, что в марте я начну работать, дальше продолжу с туристами. У меня нет зарплаты больше вообще, накоплений у меня нет. Я не самый мудрый человек на этой планете. А 31 марта у мужа день рождения. Ты тоже, а я нет. Ну, в общем, 31 марта у мужа день рождения, а я думала, я думала, что я за март заработаю, ну, какие-то там денежки на экскурсиях. А последняя тура у нас 8 марта была, да? У нас последняя экскурсия была 8 марта, и все. А деньги тебе было зачем? На подарок мужу? На подарок мужу, конечно. Боже, это же дары волхвов, ой, Генри, понимаешь? Она продает состриженные волосы. Важность, 30 марта, за день до дня рождения моего любимого, дорогого Егора, у которого, я напомню, я содержанка. Я мало того, что без подарка, я иду за продуктами, чтобы приготовить ему торт, и нигде нет муки. Просто, я думала, я прям, я в третьем магазине начала плакать. Серьезно. Там, где уже есть все, даже туалетная уже бумага есть, а эти проклятые стеллажи с мукой нормальной, обычной, они полностью пусты. Там стоит какая-то мука из опилков и мусора и говна, но из нее тортик не испечен. И, в общем, я так расстроилась, я так заплакала, в итоге нашла в пятом магазине, дорогущую какую-то в биомагазе. Потом уже до меня дошло, что можно было сходить к Мартину, к нашему другу, который мне там за несколько дней до этого говорился. Если надо, вот у меня есть. Нет, мы потом после этого снимали, и он такой, а что ты ко мне бы пришла? А, вот, значит, Мартин был после этого. Но я реально, я очень психанулась за того, что магазин, да еб, я говорю, еб твою мать, извините, пожалуйста, мы тут договорились не материться. Но у меня было такое удивление. Ребята, я понимаю, вы запасаетесь макаронами и консервами, но неужели вы знаете, как смешиваются дрожжи и мука? Кстати, ты вспомнила про дрожжи, я знаю, что жена говорила, что дрожжей не было. И дрожжей не было. Не было сухих дрожжей, кстати. А потому что ощущение, что все просто-напросто остались дома и начали печь хлеб. Печь хлеб, какие-то курсы. И самый, наверное, доступный курс, и самый популярный, наверное, был это готовка. Все занимались спортом онлайн. И жрали. И жрали, понимаешь? Вот и все. Ну, во-первых, да. А во-вторых, у меня другое здесь ощущение. Почему именно мука? Потому что, может быть, люди где-то там, может быть, немецкие дети во время своего вот этого детского периода потребляли фильмы про войну, где было сказано, что не было хлеба. Потому что иначе, почему именно мука? Ну, вот объясни. Ну, то есть, лежат сосиски, а муки нет. Честно говоря, просто все сильно испугались. И все. И взялись за самое базовое. Я помню прекрасный этот момент. У меня был один или два дня, когда уже пошли эти новости про огромное количество, тогда еще 300 человек в день. А на следующий день 700. Да, когда он в разуме было. И все сильно испугались, когда еще никто не знал, что это такое, насколько это заразно, насколько от этого умирают, потому что в Европу это только пришло. И всем стало резко страшно. Я помню, один день... И объясни мне, они что, обсыпались мукой или дальше подтерлись? Да нет, ну то есть, когда у тебя такой супер животный страх, ты берешь продукт, который точно никогда не портится. Ты единственное, что слышал об этом карантине, где города закрываются полностью. Ты же уже не вдаешься в подробности, что что-то там закрыто. Анастасия, 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 гречка и пушонка. Да, я хотел сказать гречка, макароны, это... А может быть кто-нибудь смотрел там «Ходячие мертвецы» и вот это, может там где-то в сюжете было. И все-таки «Мука нужна». Нет, «Ходячие мертвецы». В пиратах у Карибского моря все нормально было. Там, наверное, и дрожжи, и мука были. Надо было, если бы Джек Воробей попал в такую ситуацию, он бы купил капитан Джек Воробей, он бы взял себе джинн или что там? Конечно, ром, да, красотку и на остров. И все, и на Зюльт, понимаешь. Кстати, по поводу Зюльта, по поводу Зюльта. Значит, для тех, кто не знает, в двух часах езды от Гамбурга есть прекрасный немецкий дорогущий остров, который называется Зюльт. Я его нежно люблю всем сердцем, в этом году я не поехала, почему? Потому что... Все поехали, а ты нет. Потому что, ну, во-первых, не все, а во-вторых, из-за коронавируса там закрылась часть ресторанов и отелей. А что там делать? Смотреть на вереске без них? Проблема в том, что ты когда туда приезжаешь, это остров, в котором, ну, типа, кайфово. Там дорого, но у тебя есть ощущение, что просто весь мир у твоих ног, потому что ты идешь в дюнах, у тебя там шампанское в руке, все красиво. Из-за короны они вынуждены были, а, отменить все предварительные записи, а были люди, которые хотели там отпраздновать свадьбы, дни рождения, какие-то юбилеи, корпоративы, еще что-то. И они же остались, их потребности никуда не делись, с дни рождения не перенесли из-за короны. А рестораны отменили брони, и, помимо этого, они уменьшили в два раза количество столиков, чтобы сделать это расстояние полтора метра. Это значит, что, чтобы выпить чашку кофе, ты должен стоять в очереди полтора часа. Ну, какой кайф! А ехать на остров, жить в доме и готовить три раза в день, зачем-то так куда-то ехать. Я прекрасно готовить дома вообще. Да, включу себе виды дюнь, понимаешь, и окошечко открою. Ну, на Зюльт надо съездить. Обязательно. Ты там шаришь? А вообще. Давай на выезде сделай Зюльт. Я готова писать... Зюльт набегу. Я готова писать путеводитель по Зюльт. Знаешь как, давай с велосипедами туда. Прекрасно, я ненавижу велосипеды, но вы можете ездить вокруг меня. А Зюльт, это же вот этот островок в виде балерины такой. Я первое время, когда жил, ну, в Германию переехал, думаю, что они ездят вот с какой-то балериной совсем. Ну, ты что, у тебя настолько образные мышления? Я вообще как бы не понимал. Ты мне пока не сказал слово балерина, я как-то, я очень хорошо помню черта неострого, но балерина. Ну, я почему-то видел в этом балерину. Ну, хорошо, а логотип ресторана Занзибар ты видел? Да, да. А вы знаете, что я видела одна женщина? Это такая, мне кажется, раздутая марка. Нет, ты не прав. Раздутая, твоя ЧСВ. Ну, вы там поговорите, что значит? Не, ну, правда, ну, блин, ну, что там такого особенно? Ну, это прям... Во-первых, ресторан, который был открыт, типа, в 1972 году и до сих пор существует, это круто. Его дважды зажигали до тла. Я не про ресторан говорю. Я говорю про то, что в Ханзе, в Ханзе Фертель есть магазин, где шмотки продают вот с этим брендом. Ну, такое. Послушай, дело не в шмотку. Это фэн-шоп. Люди, да, это просто как футбольные футболки. Сами футболки китайская Г, но люди их покупают, потому что они Спартак-шемпион, понимаешь? А Занзибара какая легенда? Это не легенда. Это ресторан, который вырос из обычного пляжного домика с сосисками. Просто там был чувак, который есть там до сих пор, который сказал, у меня будет очень вкусно, и у меня будет прям очень пьяно, и будет классно. Это ресторан, у которого винный погреб входит в... Он упомянут в мышлении, не как ресторан, а именно как коллекция вина. И внимание, да, и внимание. Как вино попадает на остров? Оно туда приезжает по морю. То есть это не просто там, эй, мне из Беларуси завезите тут что-нибудь. Заменитые белорусские. Заменитые белорусские вина, как и креветки, собственно. Через Белорусское знаменитое море. А вот, это все по морю приводится туда, и они такие упоротые на тему кухни. Значит, у них, я много что у них ела, у них есть потрясающая история про завтраки. Завтрак стоит на человека евро 30, наверное. Но ты приходишь и говоришь, ну не знаю, вот у нас там двое взрослых ребенок, нам, пожалуйста, два взрослых, один детский завтрак. И дальше ты не произносишь ничего. Они начинают через какое-то время метать тебе на стол, ну типа, тарелочки с разными блюдами. И это не турецкий онклюзив, в котором вот этот вот салат с кукурузой и еще что-то, что ненужное было на кухне. И ботва от свеклы, понимаешь, очень модно. А это прям реально вкусные штуки. И ты будешь там сидеть, пока ты не захочешь уйти. И они будут подходить и спрашивать, что-то вам еще принести. И они тебе обновляют то, что тебе понравилось больше всего. А это получается типа завтрак, типа бранчо, да, наверное, что-то такое? Ну типа, да. Но они тебе это сервируют. Такой затяжной. Это реально вкусно. У этого есть антураж, что ты сидишь в дюнах. А у них есть коллаборация вместе с Мерседесом. Там огромная детская площадка, на которых маленькие машинки. Все вот это занзибаровско-мерседесовская штука. При этом, как еще выглядит коллаборация с Мерседесом, у них, как и у других пляжных ресторанов, нет возможности тебе самому приехать прямо к ресторану. Там есть парковка, и дальше ты через дорожку, по дорожке, которая идет через дюны, ты подходишь к ресторану. Но там тоже часто дождь. Это же север, мы понимаем. Поэтому есть шаттл Мерседес, который тебя забирает и везет туда совершенно бесплатно. Я была на мероприятии Мерседеса, как раз на этих Вианна V-класса в Питере. Как вы это сейчас вспомнили? Серебрить ее. Сейчас вспомнили про... А потом я переехала в Гамбург и стала никем. Раз уж мы вспомнили про острова... Будем тестировать Камазычу. Я не был на Зюльте, но я был несколько раз на Фемарн острове. И у меня, у шефа там, у знакомого есть, короче, домики. Он говорит, если в следующий раз поедешь, почему он мне не сказал? Типа, можно договориться. Так что, я знаю, что уброшу. Ты ему скажи, что ты едешь на Зюльте, но нельзя ли туда подогнать? Кстати, у него тоже там есть знакомые. Вот и все. Потому что... По поводу Зюльта, знаешь, что? Значит, это было просто вообще... Короче... Давай расскажи. Я видела... Дайте расскажу. Значит, я видела много разных домов, там, рублюковки и все вот эти все дела, которые напоминают замки. После этого, когда я приезжала в Баварию смотреть на один из замков Людовика, я прям реально подошла к нему в упор и сказала, хорошо, а замок где? Вот. Ну, потому что я не ощутила масштаба дворца. Но на Зюльте я видела то, что меня просто покорило. Когда ты идешь, гуляешь, он весь как хобби-чий рай вообще. Потому что там вот эти крыши соломы, там какие-то невероятные цветущие, вот все. И, короче, мы идем гуляем, рассматриваем эти дома, потому что, в отличие от Советского Союза, на территории Германии не приняты высокие заборы. Даже если это супер какое-то элитное жилье, ну, просто я никогда не встречала, чтобы это был закрытый поселок. Или там еще что-то. Да, там написано, что это частная территория. И все. Но там крошечные заборчики, маленькие калиточки. И ты идешь и наслаждаешься. Просто иголки распятий воткнуты, чтобы ведьма не вошла по периметру. Вот так все. Поэтому ты туда зайти не можешь. От ежиков, иголки от ежиков воткнуты. Короче, я такая иду, думаю, боже, как красиво. Стоит какой-то дом, но ты через какое-то время привыкаешь к этому экстерьеру. И тут я поняла, что такое хорошо жить. И на этом участке гуляют, друзья мои, два олени. Ну, просто. Ну, то есть у кого-то собаки с кошками пришивыми. А у кого-то два оленя. Они домашние или что? Ну, они явно не случайно туда пришли. Они живут на территории. Ну, да, как они через море? Кстати, подожди, это самое, Зюльджи, это самое, он как-то защищен ЮНЕСКО, нет? Потому что он же с каждым годом все больше и больше уходит под воду. Да, да, да. Я думаю, что да. Где-то я это слышала пару недель назад. Да, не в Еденеции. Еще я опять вернусь к истории про Феморн. Прикол. Это интересный остров. Туда стоит съездить, потому что там проходит фестиваль воздушных змеев. Очень красиво. Очень красиво. Классно. Там можно наблюдать, как чуваки на хайкинг, да? С парашютом и по воде вот это вот. Наверное. Я не знаю, как это правильно называется. Вот. И что еще я узнал? На Феморне находится память Джимми Хендриксу. Потому что это был последний концерт, который отыграл за неделю до того, как умер. Да ладно? Джимми Хендрикс отыграл на концерте на Феморне и через неделю умер у себя. Нет, остается мне не надо туда ехать. Будешь грустен, а что? Не за это. Вот. Ну да, прикиньте, на самом деле. И он небольшой. Ну как, он больше, чем Зюль. Возьми к себе Патрика на ручке, пусть люди полюбуются. По-моему, Зюль самый большой остров этого архитрена. Идем сюда. Еще Хельголанд, например. Хельголанд. Я хочу туда тоже съездиться. Пойдем. Иди сюда. Короче, астрова это хорошо. Про Патрика наконец-то поговорим. Но Патрик не хочет. В прошлом выпуске его вырезали. Хорошо, про Патрика есть самая классная история. Она очень нравится молодым девочкам. Когда я приехала в Германию, я приехала из Москвы с диагнозом таким, который гарантировал, что детей у меня не будет никогда. Этот диагноз мне поставили, когда я была еще таким зрелым подростком. Я сначала очень переживала, потом уже смирилась. Когда я приехала в Германию, нужно было пройти полный анализ организма для того, чтобы получить страховку. Ну, нормальная такая история. И я иду к гинекологу, рассказываю ему, что вот у меня есть такая проблема, я все как бы про нее знаю, все окей. А она мне говорит, какая проблема? У Патрика с плодородием все хорошо. Вероятно, это связано с дальнейшей историей. Значит, и это, да? И, короче, я говорю, вот у меня такая проблема. А она говорит, что, простите? Я говорю, ну вот, мне сказали. А она говорит, кто? Кто сказал? Я говорю, ну, врачи в России. И чтобы вы поняли, когда там первый раз я об этом узнала, это был настолько шокирующий вообще там диагноз, что я обошла, ну, просто всех каких-то частных, дипломатических, каких-то еще, значит, врачей. Отходила? А то. К Матронушке. Ну, ты просто знаешь, Аксения Петербургская. Интересно, мы нашутили уже на двушечку? А я в другом городе, что ты мне сделаешь, да? А мы точно поедем снимать там что-нибудь в Россию? В этом году нет, а у них... Думаешь, нас пусть? Ждем эффект табакерки. Ты приехала, да, и что? Я приехала, короче, они не нашли этого диагноза, и я была страшно удивлена. Более того, они мне сказали, что вообще со мной все в порядке, от слова совсем. Я говорю, может, мне как-то там что-то попить, что как-то прооперироваться? Они говорят, нет, вы не поняли. То есть прям вообще все нормально. Идите, живите счастливо. Я шок, радость, все такое. И без всяких там дополнительных усилий два года ничего не получалось. Мы ходили по врачам, потому что я не могла остановиться, вероятно, как бы мне надо было это все время слышать, что все в порядке. Ну и дальше появился дополнительный вопрос, типа, а если все в порядке, то почему же ничего не происходит? И в какой-то момент очередной доктор, вызвавший у меня какое-то очень такое приятное ощущение, он говорит, слушайте, честно, давайте я вам скажу две вещи, которые вам обязательно надо сделать, и у вас все получится. Она говорит, заведите собаку и перестаньте ходить по врачам. Ну, просто потому что я пришла, я сказала, типа, вот вы уже 28-я, вот, и она, как бы, вот так меня отправила. И я решила, что, ну, как бы, так как других рекомендаций доктор мне не дал. Сколько времени к тому ты уже пыталась? Два года. Два года. Да, вот, и потом мы там что-то долго заводили Патрика, ну, реально там... Патрика тоже было тяжело завести. Патрика было тяжело завести, мы там долго искали нужную заводчицу, там ждали, пока он там родится. Мы ее вырезали из прошлого выпуска. Мы ее вырезали, но это же не значит, что мы вырезали из памяти и сердец. Да, да, если хотите, мы ее вставим отдельным выпуском. Может быть. Может быть. За донаты. Соберем на вашу карту. Так вот. И что вы думаете? Мы завели, наконец-то, Патрика. Лето, все, там какой-то, август, что-то такое. И надо ходить с ним все время выходить, потому что, ну, маленький щенок, он бесконечно ходит в туалет. Это какой-то невероятный вообще нонсенс. И я думаю, что же мне так тяжело? Ну, вроде лето тапочки надел и вышел. Ну, что же это невыносимо? Что-то не то. Казалось, что это невыносимо. Это шестая или седьмая неделя беременности просто. Вот. И очень люблю себя такую всю эту историю. Так ты не Патрик, ты аист. Да, Патрик у нас аист, да. Ну, аист, да. Патрик тебе принес. В капусте нашел. Так вы брат и сестра-близняшки с Патриком. Можно сказать, да. Да, просто самый прикол, что, да, что у них разница типа один год. Мы поэтому с этим считаем, сколько Патрику, это Соня плюс один. Как список на шестом клубе, знаешь? Класс. Но ты меня не убедила, я все равно child free. Ну, слушай. Заведи собаку, перестань. Заведи собаку. Заведи собаку и перестань ходить по врачам. Хорошо. Так, ну что у нас дальше? А ты что, не child free? Я нет. Далеко не знаю. Три раза, три раза не child free. При этом нет собаки у него, смотри. А дети хотят уже собаку, я говорю, ищу и собаку. А потом еще четвертый ребенок. Не, а у нас наоборот, видимо, это работает, да? Собаку завел и прекращал, и все. Все, как отрубила. Это еще не испытал, это еще как бы... По поводу детей коронавируса. Слушайте, значит, кто-то реально же просел и сидел дома, и ничего не мог заработать. У меня есть подружка Юля, которая ваша коллега только в Киеве. И она предприняла вообще какую-то потрясающую вещь. Причем, когда я это увидела первый раз в сторис, я думала, что это, ну, какая-то достаточно стрёмная затея, вряд ли она сработает. А она выстрелила как из ружья. Юля стала водить онлайн-экскурсии по Киеву для детей. Ее мотив был такой, что взрослые оказались в заперти со своими детьми впервые за долгое время. Не знаю, что делать, работать очень сложно. Все, потому что бесконечно там орут. И она сказала, давайте я ваших детей на полчаса буду забирать на экскурсию. Полчаса. Ну, онлайн, да? Онлайн. Нет, она, блин, в Гамбург прилетит тебе и заберет детей прямо в Киев. То есть, понимаешь, такая Мэри Поппинс. Ай, нанай. Вот, короче, Юля. Я сначала думала, боже, ну, приятный и благотворительный проект. А потом выяснилось, что она нормально заработала денег, потому что у нее было, ну, она брала эти деньги, они были реально символические, ну, типа 5 евро, что ли, с человека. Но она набирала группы по 20, там, человек. И делала это, там, чуть ли не несколько раз в день. Она меняла маршруты, она меняла все, в том числе для того, чтобы одни и те же дети могли еще раз прийти и что-то другое посмотреть. И это было очень круто. Да. Но мы в Германии себе этого представить не можем, потому что, например, даже не все школы, как мы поняли, здесь в Германии сумели перейти обучение на онлайн-режим. Вот, Димка, ты рассказывал про Эрика, что у них все, что у вас больше нормально. Там, знаешь, все как-то быстро заработало, это гимназия, раль, что ли? А у Sony, насколько я понимаю, наоборот. Нам буквально за неделю сделали там платформу, я не знаю, была ли она до этого, может быть, они планировали. Знаешь, тут схватились и доделали, называется Moodle. В Moodle зашли, каждому прислали письмо, письмо с паролем. Вот, каждый мог зайти, я ему там фотографию ставил, там заходишь. Ну, все было ништяк. И у них, короче, вначале было тяжко, то есть кто-то выставлял PDF-ки там с заданиями и прочим. Потом один учитель говорит, что надо загружать на Moodle, он подвисал. Все-таки такие проблемы были. Потом надо было отсылать директ, короче, прям по имейлу. Некоторые молодые учителя, там, учитель по математике, он прям делал, первый же начал буквально, вот только закрылись, он сразу же на следующую неделю назначил Zoom-пати, и они Zoom-пати делали, и он только сын довольный. Что они делали на патте? Он сидел... Наши учителя в Zoom так и не смогли войти. Короче, я ему говорю, я ему дал свои наушники, он с планшетом садился в комнате, и они учили математику. На Zoom-пати? Ну да, у них такая была... Ой, какие зажигалочки, наушники математику учили. Нет, прикольно. Нет, он довольный выходил, серьезно. Но вообще, я же учу немецкий, я в этом году начала учить немецкий. В феврале мы начали учить, в марте вот эта вся история. И наша группа первая, единственная, на следующую же неделю мы как раз перешли в Zoom. И мы в Zoom-пати до сих пор. Но уже на следующий этап перешли, и как бы все нормально. Уже стали следующий язык учить, понимаешь? Да, несмотря на то, что уже можно встречаться, но оказалось, что всем удобно, в том числе учителю из дома. И это прям прекрасно. Не, ну вы заметили же, все-таки некоторые вещи довольно комфортно сидя дома можно изучать. Не надо никуда ехать, тратить время на дорогу. Просто подключился, позанимался, прекрасно. Мне тут нечего сказать нового, потому что я, переехав в Германию, продолжала работать дистанционно, при том, что на тот момент не было никакого скайпа. Ну да, я тоже. Была просто электронная почта, с помощью которой я вела дела в своем агентстве. И был типа городской телефон, был какой-то очень смешной дешевый тариф, по которому можно было занять на городской же телефон в России. И у меня команда всю жизнь была удаленная. У меня есть прекрасная помощница в Беларуси. Сейчас сильно за нее переживаю, потому что просто непонятно, что. У меня есть команда в Украине, и у меня есть один мальчик, делающий часть работ из России. Нет, два. Ну, в общем, суть в том, что для меня просто это абсолютная норма. Более того, как только началась эта заваруха с короной, я написала в школу письмо, типа, ребят, у меня есть большой опыт дистанционной работы, дистанционных ивентов, команда, вот все что угодно. Если вдруг, если вдруг вам что-то надо, там, помочь, дайте знать. И что, помогла? Через четыре с половиной недели после моего письма я получила ответ, что в целом они будут очень рады этой помощи. Но дело в том, что... Спустя месяц. Дело в том, что за четыре с половиной недели я набрала столько работы, что мне лично было уже не до того, чтобы им помогать. И при всем уважении к теме преподавания, ну, блин, сорян, если вам не надо сразу, давайте вы потом уже, ну, как-то сами, да, правда. Зато Соня довольна, что учеба была такая, да? Соня счастлива. У Сони точно такая же история. Ну, а там в конце были какие-то там экзамены контрольные все равно же? Они их вывели в школу, дети ходили по два часа, ну, вот наш четвертый класс ходил по два часа в день, это тоже было забавное приключение, потому что надо было ребен... Ну, мы живем не в пешей доступности, жили от школы, надо было ребенка привезти, мне где-то там потусить и ее забрать. Главное, какой в этом смысл, да, все равно здесь контактируют? Он был, потому что, потому что они так одурели от изоляции. Нет, я говорю, какой смысл на полтора часа, а не на весь учебный день? Они объясняли это, знаешь, чем? Тестовые такие, правильные. Нет, они это объясняли тем, что у них в классе один учитель, классы разделены на две части. Если дети будут учиться по полному дню, то учитель должен, по сути, работать в два раза больше. А, ну, может быть так. Поэтому давайте просто сократим программу. Что нет? Ну, а сейчас, кстати, уже все, уже школа началась. Все, мои уже ходят, да, оба. Соня тоже ходит. В масочках, все как положено. Ну, на уроках масках и на переменах масках. Наш директор сразу извинился на всякий случай и сказал, что вы понимаете, что у нас такая ситуация, что мы получаем всякие разные там распоряжения сверху, и вот сегодня еще все ок-норм, а завтра уже может что-то такое прилететь, типа все закрыли, никуда не идем. Он говорит, я заранее извиняюсь, я понимаю, что это неудобно вам, просто чтобы вы знали, что это не потому, что мы такие вот тормознутые и не подумали заранее. Просто вот нам приходят, мы передаем. Ну, вот, если что, сорян. Если будет вторая волна, что будем делать? Кто-то что-то может себе это какой-нибудь план поставить? Так, и начну учить испанский там, я не знаю. Я придумала, сяду и заплачу. Я так делаю всегда. Да? Ну, ладно, а потом? Ну, потом лягу и продолжу плакать. Себе еще раз позвоню терапевтке своей. Но на самом деле у меня нет никаких планов. Действительно, вся моя деятельность, которая сейчас есть, где я чувствую себя более-менее живой и активной, это вот «Гамбург на бегу» в виде экскурсий, в виде хоть каких-то там, не знаю, проектов, там, мастер-классов, карта, которую я, надо сказать, закончила. У меня больших более-менее дел в контексте «Гамбурга на бегу» сейчас нет. Значит, ты должна плакать в прямом эфире, в прямом эфире плакать, чтобы люди покупали твою карту. То есть у меня останется Инстаграм и все, потому что это так и будет работать дальше. А, кстати, я не знаю. Вот если бабанет вторая волна, короче, нет, нет, смотрите, я работаю в компании, которая работает вплотную, можно так назвать, с отелями, с ресторанами и, на минуточку, с круизными лайнерами. Ооо, это прям бинго, понимаешь? А есть, кстати, новости, что с круизными лайнерами... Я могу сказать, да, Аида, например, вот стартанула, они будут делать короткие путешествия по Северному и Балтийскому морю. Так это классно. То есть внутри, внутри страны, например, там на Рюген поплывут, в ту сторону, туда-сюда, маленькие. Но, короче, они запустили одно судно, и там что-то опять какой-то случай произошел, да. Прикол в том, что Аида по всему миру стояла на якорях. Это круизная компания. Да, это круизная компания, да. Просто я знаю, я сам ездил два раза тут на Штайнвердер и на Альтону, потому что мы уже... А они сидят там, вся команда, и не знаю, чем заняться. Шеф уже позвонил им, говорит, давайте мы вам какие-то медиасистемы установим, обновим, чтобы вы там фильмы смотрели, то есть, чтобы они с ума не стали сходить. И вот я не знаю, так как мы несколько лет до этого, наша фирма нормально, хорошо заработала, и у нас была такая подушка безопасности, хватит ли этой подушки безопасности дальше, или я все-таки принудительно окажусь дома и буду монтировать видео? Ну, и в конце концов, на крайний случай, у нас есть подушка безопасности, маленькая, Гамбурган и Билгу, вообще-то. Не, ну я не думаю... Я думаю, что в совсем критическом случае ты можешь ей... Наверное, благодаря тому, что, ну, не знаю, в Германии, все-таки я не думаю о финансовых каких-то нуждах. То есть, так как я все-таки наемный рабочий, так как я не... Как мои там есть знакомые друзья, фотографы, видеографы, которые только этим зарабатывают деньги, у которых просто же... Представляешь, свадьбу, все отменил, все ивенты, и они такие... А что, как? У нас друг Андрей, например, фото уже из Киева же по... Я заставила его это сделать. У него зашло? У нас есть друг фотограф Андрей, кстати. Я с ним познакомилась на экскурсии у этой моей прекрасной Юли. Зашли у него эти фотосессии? Да, зашли, он отлично с ними. Более того, он это фотографировал. Мы сделали курс для врачей. Вот Дима снимал, я читала лекции, Дима меня снимал. Это тоже было за месяц до начала его просто... Это было потрясающе, потому что я всю жизнь говорила, что у меня отвратительная интуиция, и я никогда не понимаю, ничего там, сердцем не чувствую, что будет, что не будет. И тут тоже мне ничего нигде не ёкало. Я просто поняла, что там мы остались вдвоем с ребенком, мне нужно, ну, никуда особо не выезжая, как-то продолжать зарабатывать деньги. Я поняла, что мне нужно что-то промежущее. Ну, ладно, один раз там я в год куда-то слетаю, но как раньше, типа, там, раз в месяц на какие-то свои же ивенты я не могу. И я сидела, долго думала, что могу я одна. И так, чтобы это было без перелетов, я поняла, что это курс про персональный бренд. Это мой курс, который я обычно читаю в залах, очно. Я посоветовала со всеми, с кем было можно, кто зарабатывает реально миллионы на онлайн-образовании. И они мне сказали, они мне здорово подкорректировали, они мне сказали, как именно мне это нужно делать, то есть на какие части нарезать, что там, ну, какие-то реально важные нюансы. Вот, тогда мы возьмем твой опыт и сделаем мне, в случае второй волны, мастер-класс по цветочкам, по флористике. Для себя, вот именно там, флористика для себя. Да, да. Уважаемые телезрители, как я уже сказала. Покупайте мастер-класс, Настя, мы сделаем его. Нет, у меня есть еще хобби одно. Я делаю букеты, и, может быть, правда сделать. У меня была мысль, там, флористика для себя, какую вазу, с какими-нибудь букетами. Слушай, это очень неплохо, потому что люди же стали украшать дома. Люди стали украшать дома. Оставаясь дома, ну, повезло тем, кто... Я в этом смысле тоже везунчик, потому что выбирая квартиру, я не думала, что мы будем в ней заперты. Просто мне очень важно, в каком я пространстве нахожусь. И, судя по тому, что вообще показывают статистики продаж всего, всего вообще, ну, мало того, что люди перестали покупать брюки, стали покупать только пиджаки, да, потому что можно в трусах везти, там, прямые эфиры, конференции. Пижамы были раскуплены просто. Пижамы, да, вообще. Слушай, я говорю, а, извини. И люди стали украшать дом. Там, коврики, чашечки и так далее. Первое, что я купила, это вот эти бокалы. Если что, чтобы ты поняла. То есть, как только я поняла, что карантин, я сказала, окей, Google, нам нужны бокалы. Потому что ты находишься, блин, все время дома, и ты хочешь, чтобы было красиво. Ну, и если что, друзья. И Amazon никто не отменял. Мы снимем это у меня, потому что у меня по-прежнему прекрасная локация. О, да, но это будет осенью, посмотрим, как на крыше. Но у тебя внизу тоже достаточно. Да. Ну, так вот, я во время, я к началу карантина отсняла и запустила в продажу свой онлайн-курс для врачей про персональный бренд, который просто выстрелил, как из ружья, и выкормил нас с ребенком. И слава богу, и спасибо ему большое, и Диме, за производство этого всего. Вот. Дима, посмотри в камеру. Да, вот. Обращайтесь. Дмитрий и Ленцов 017975. Не надо дальше. Напишите там в комментарии, если хотите, или на почту Гамбургнабегу, собака жмелась. Курс дорого. Надо? Да не дорого. Да не дорого. Не надо вот. Кого ты делаешь из себя дорого? Дорого, если через меня. Короче. А про пиджаки. Я читала классную историю в начале лета. МГМОшники и МГУшники в этом году защищали свои дипломы. Так же, ну, дома, конечно, сидя за столом, и у них был флешмоб, они все были в трусах. И потом выкладывали фотки. Я смотрела тут, боже, какие вы крутые ребята. Там мальчишки, который защитился на отличное. Традиция разбрасывать листочки речи защитной, ежегодной, которую все делают. Они такие же, только в пиджаках и в трусах. Ой, все. Ну, что вы. Я пишу. Ну, короче, у меня лично четкого плана в случае второй волны нет. Но я просто поняла, что я на всякий случай схватила все проекты, которые там где-то были. Разрабатываем там брендинги, сайты, все, что есть. Причем я всем своим, ну, как бы, теперешним клиентам, которые же не только из медицины, говорю, что типа ребята, давайте так, ранжируем задачи, ориентируясь на то, что мы первым номером один ставим то, что нам пригодится вообще, и особенно, если будет вторая волна. Ну, то есть мы не делаем каких-то вещей, которые типа вообще не нужны только на случай карантина. Мы делаем те вещи, у которых есть вот эта комбинация, что в принципе классно, и плюс, если что, в карантин нам это пригодится. Ну, это ладно, мы маленькие там блогеры и предприниматели, но как вот живут большие компании? Я слышала, что большие вот прям гиганты или какие-то айтишники, они сейчас уже пришли к выводу, что они, многие из них, вот у меня много знакомых из IT, они уже сейчас пришли к выводу, что они в офис не вернутся вообще никогда. А смотри, какая другая гигантность. И будут на этом экономии, да? С десятками миллионов оборота, а экономия на офисе это еще там миллионы. Но смотри, смотри, что будет закручиваться. Я, конечно, в душе очень радуюсь, потому что такое ощущение, что эти динозавры начали превращаться в каких-то уже современных животных, потому что они реально оглянулись и поняли, что от того, что офисов нет, в короткой перспективе они только выигрывают. Конечно, такие бабки. Вот. Да, конечно, все равно есть там история про какой-то командный дух, про какое-то другое управление. Но это тоже можно реализовывать. Это можно делать. Более того, ты на сэкономленный от офиса деньги можешь летать с ними по всему миру. С самолетом, да. И делать все, что угодно. Заказывать. Знаете, что делали мои юристы? Они работают, но они давно работают удаленно, но сейчас для того, чтобы поддержать командный дух, потому что они довольно часто встречались в каких-то разных городах, чтобы они были там все вместе, у них кто-то из помощников взял на себя функцию, она заказывает всем в разные города одинаковую еду, одинаковые напитки. И они, проводя какие-то совещания, едят один и тот же салат и пьют одно и то же вино. Очень все рады. Да. Так это про монстров. Да, они не вернутся. А я про круговую поруку, вернее, что потом случится, вот этот вот цикл, потому что эти уйдут из офисов закономерно. У них возникнут новые потребности, а офисы останутся пустыми. Мне вот очень интересно, что станет с монстроидальными компаниями, которые занимаются, как это называется, как это называется недвижимость? Корпоративная? Коммерческая. Коммерческая недвижимость. Коммерческая недвижимость. Потому что у меня есть ощущение, что и магазины, ну хорошо, ну не все, но в интернет уйдут. Даже те, которые были очень консервативны. Блин, ну вы заметили, мы сегодня были в магазине, ели мороженое и могли расплатиться карточкой. Я про то, что сейчас вообще везде, у всех вот эти маленькие бимеры какие-то, которые присоединены к телефону, все везде можно обладить. Наконец-то просто Германии так это было нужно. Германия, 2020 год. Я в 15-м году сюда приехала, я, честно говоря, ошалела от того, что в городе один единственный публичный Wi-Fi в магазине Apple. Я из Красноярска, я просто озверела. Я не верила, что это правда. Мобильный интернет и домашний интернет. Ну подожди, с Wi-Fi немножко другая история, потому что тут на законодательном уровне. Я тебе просто в целом про все технологии, ладно законодательство, но я в целом про все технологии. Не, ну карты были не приняты вообще. Да, карты на меня смотрели как на психичку просто. А уж, ну если принимают, то вот это и CE эту местную карту. У нас были дискуссии. Прошло несколько лет, ко мне приезжает девочка из Красноярска, Надя, как раз в ту единственную холодную зиму в 17-м году. Когда тебе пригодился пухан? Нет, пухан мне не пригодился, я просто надела. Кто не знает историю про пухан, смотрите здесь предыдущее видео. Я подделаю кофту под парку. Мы, значит, о холодном, минус 10. О, холодно для двух собередчиков. Ну подожди, Гамбург минус 10. Гулять не станем, да, расскажу. Новости точно сказали. Девочкам, где не замерзает Енисей, в минус 40. Ну ладно. И мы пошли в морской музей с Надей. С Надей Винокуровой. Привет, Кодя. Ну я очень люблю. Мы в морской музей на весь день. Ну такие пришли. На входе Надя просит билет. Ну, конечно, на английском. И, конечно же, вежливая кассир, она же консультант. Такая говорит, ой, как интересно, откуда вы приехали. Она говорит, я из Сибири приехала. Ой, как интересно. Ну, бла-бла-бла-бла, вот эта смолтолка. Потом она такая говорит, я хочу расплатиться Apple Pay. Вообще не моя сцена. Как вы думаете? Что спрашивает кассир? Просто предположите. Паспорт. Дим, а ты знаешь? Я знаю. Справку. Кассир спрашивает, Apple Pay, а это у вас в Сибири такая технология? О, да. Да. Говорите мне. Морской музей. Знаменитая силиконовая долина сибирская. Это один из самых продвинутых и классных музеев в городе. Морской музей в Гамбурге. И посещаемых, да. Один из самых посещаемых. Я просто это когда услышала, мне даже стыдно не было. Я просто так смеялась с Димом, что там карточка закончилась. Я так смеялась, что... Ну, а с другой стороны, ну да, о чем мы... И вот если бы не вот эта коронавирусная история, то не было бы никакого продвижения вот в этом направлении. Ну почему такие были тормоза здесь? Мне Егор рассказывал, у меня умный муж. Умный муж. Егор рассказывал, что это потому, что здесь Германия, вообще Европа, они были одни из первых просто на рынке. И у них эта система старая, и не было конкуренции. И поэтому, когда все остальные в России этот интернет появился 10-12 лет назад, он с конкурентной средой, он быстро и хорошо развился. А здесь были там одни-два какие-нибудь государственные... А появились роботы, которые доставляют еду. У меня тут на районе, как говорится, появились роботы, похожи на большие пылесосы, с такими, значит, флажочками. Они ездят. Медленно капец, по секрету скажем. Но я уверена, что на уровне коронавируса, или если ты, не знаю, там лежишь, болеешь дома... Но абсолютно экономия на человека часа. Я предлагаю в следующий раз заказать. Особенно меня порадовало, что, например, на сайте написано, что эта штука была изобретена для университетов Америки. И там есть список, где эти роботы встречаются. И там университет Миннесоты, университет там такого-то штата. Гамбург-Аймсбютель. Аймсбютель – это район, в котором я живу. Я прожила конкретно. Я, кстати, видела эту историю. Я писала как-то статью про это, про то, что Амазон там, в Америке, и, по-моему, здесь, в Европе, начинал их тестировать. Амазон. Там прикольная история в том, что у них GPS, у них внешние камеры, как у машины, для парковки, поэтому они сами пересекают дорогу. У них есть наезженные маршруты, они друг с другом общаются, кто где находится. А светофоры? Светофоры тоже. Они останавливаются на светофорах и фиксируют красный сигнал. То есть, все продвинутые технологии, которые, например, автомобили Вольво. Вольво? Вольво. Которые купил Китай. Автомобили так себе, но они самые технологичные. Ну, после Теслы, конечно. Они там все улавливают. Они останавливаются на светофорах, проезжают в светофорах, аккуратно всех обезжают. И подъезжают к твоему дому, и ты должен ввести пин, который тебе приходит по почте. Ты забираешь посылочку, гладишь по голове обязательно. Ну, я все время разговариваю с такими персонажами. А ты заказывал что-нибудь? Что-нибудь тебе привозили? Давайте в следующий раз закажем. Напишите в комментариях, что нам заказать, из какого ресторана, чтобы нам этот робот привез, и мы возьмем камеру. Да не важно, что. Да не важно, давайте закажем все, что провезем. Все. Слушайте, по поводу роботов. Я иногда делаю туры по клиникам разных стран, в том числе, естественно, по немецким мы делали, тоже не один раз. И я ориентируюсь на запросы моей аудитории, потому что мне не надо им предлагать что-то, что есть. Мне интересно им дать то, что они хотят. И вот однажды они приезжают, по-моему, это была университетская клиника Бендорфа, и они там что-то сказали, типа, вот. Ну да, ну вот у нас то, все, пятое десятое, еще у нас роботы развозят белье. И все, все какие-то операционные системы, вообще все пофигу. Они такие, покажите. Они говорят, нет, ну это надо было заранее, там что-то как-то. И, конечно, на следующий тур я поняла, что людям вот это надо. И в клинике, в которой мы тоже были, у них была целая система. У них в подвале, ну как бы на минус первом этаже, улицы для роботов, которые перевозят грязное белье, грязную посуду, еду для пациентов, туда-сюда. И они тоже, почему я про них вспомнила, потому что они тоже чувствуют сенсором, что перед ними человек или что-то. Останавливаются, сигнализируют, показывают, что они поворачивают. Знаешь, как они там путь идентифицируют? В полу заложены магниты, и они по ним ориентируются. Господи, какая прелесть. Они там подъезжают, они могут до трехсот килограмм перевозить на себе. Я, конечно, естественно, сказала, боже мой, как тебя зовут, понимаешь? Он нас троих мог бы покатать. Ну ладно, что ты троих? Ну ладно, может, и нет. Если только ты один весишь 200 килограммов. Запросто. Запросто я обещаю 200. Дело в том, что, короче, в Гамбурге же, в порту такие самовозящие эти контейнеры ввозы. То есть, когда ты разгружаешь, ты устанавливаешь их... Беспилотные это называется на русском языке. Как? Беспилотные? Беспилотные. Однажды я была на хакерской конференции, где презентовали первый дрон. И ваша покорная... Хакерская конференция? Серьезно. Она так и называлась? Да. Ладно. И ваша... Никому не говори. Нет, нет. Слушай, послушай, там было два проекта, которые я стояла, и у меня в руках была медовуха. Я говорю, кому это надо? Значит, одна, кому это надо. Это были дроны, если что? Какого-то года было. Лет десять назад, наверное. Кому-то назад. Я такая, что за хрень летающая коробочка, господи. А вторая технология, это была Pet Cube называется. Это система дистанционной игры с животными, про которую уже сняли Disney мультик и все остальное. Они подняли просто, наверное, ярд уже, а не миллионы. И я тоже стояла такая, что лазерная указка, которая играет со моей собакой, когда меня нет дома. Что ты ела? Что за хрень? Вот. И да. Так что, если вы вдруг спрашиваете меня по поводу стартапа, прям не слушайте меня. Нет, почему? Надо слушать, ты такая говоришь... Хорошие собаки надо брать. Да, да, да. Ты говоришь, нет, фигня. Ты такой... Дим, возьми на ручки я по Патрику, а то мы его обсуждали сегодня, а никто не увидел. Пусть он сидит Патричек красивый сидит. Вот и Патричек. Видно его где-нибудь там? Короче, друзья, мне кажется, что мы пережили какую-то первую волну. Это опыт был мощный, кому-то что-то дал. Очевидно, что, ну, надеюсь, что ничего, конечно, не будет. И что этот опыт будет каким-то просто, ну, типа, возможностью детям рассказать. Примерно, как моя мама там рассказывает про дефициты, как они стояли в очереди за хлебом, мукой, туалетной бумагой, вероятно. А наши еще дети будут рассказывать своим, как они ходили в школу в масках. Да. Но план Б нужен. Если что, да, то план Б, конечно, нужен. И не могу сказать, что он у меня есть, но у меня почему-то есть ощущение, что мы точно вытянем, потому что мы такие немножечко из резины, мы такие немножечко гибко креативные товарищи. Вот, наверное, тем, кто привык жить в стопроцентной немецкой системе, им будет, конечно, тяжеловать. Да, даже, мы уже говорили про это, что даже устоявшаяся немецкая система стала прогибаться и стала изменяться. И это круто, на самом деле. Рано, чтобы мы тоже дотерпели и не плакали долго, когда начнется вторая волна. Будем водить онлайн-туру, как мы водили. Вторая мировая волна. Смотрите, что он делает. О, Патрик. Мне кажется, когда доставит. Смотри, что он делает, он меня лижет. Это так приятно. Я соленый, дружу. А может, поэтому и лижет? Может быть. Может, он просто хочет отжать у тебя браслет, а ты не понимаешь. Он такой, да, да? Да, я жертва маркетинга, кстати. Увидел в ленте в инстаграме и купил себе браслет. Значит, в ленте инстаграма я купила себе вилки-ложки. Я вообще... О, кстати, последнее, значит, что я выяснила, что связано классно очень с карантином и с переездом, вот это вот все. Потрясающе! Компания IKEA. Просто боги. Знаете, почему? Вот это вот, вот как живут богатые. Илья в 2020 году установила, что компания IKEA оказывается крутые. Я сейчас тебе объясню, в чем дело. А то мы не знали. Я сейчас тебе объясню, в чем дело. Это единственная мебельная компания, которая может тебе... Ты сегодня вечером заказываешь, завтра в течение дня ты получаешь под дверь... Под дверь не подъезда, а я на пятом этаже живу, да? Без лифта. Без лифта. А под дверь на пятом этаже без лифта. Все, что ты заказал вечером. Amazon также привозит тебе телевизор и стиральные машины на плече в дверь. Забудь про это, потому что Amazon меня сильно подводил. Не знаю, где вы заказываете, наши постоянно куда-то... То есть до двери надо доплатить, а типичные вот эти вот посылки мне на четвертый этаж даже не звонят в дверь. А я потом спускаюсь и все у соседа забираю. Да вы что приказываете, что ли? Мне телевизор, дяденька-почтальон, дочь... Ну телик, подожди, ну телик может быть. Вот такой огромный на плече принес. Ну, а что вы говорили? У меня чувак забирал стиральную машинку, они двоем принесли, пока я даю роспись чуваку. Второй берет старую стиральную машинку, а он на вид выходят из азиатского, там Киргизстан, Таджикистан, что такое. Он ее на плечо закидывает и бежит один вниз прикинь. Ну короче, ИКИ действительно крутая, но вопрос в том, что ИКИ международная компания, все остальные мебельные, на которых ты смотрела в Гамбурге, они просто... 6-7 недель доставка, пожалуйста, ждем нас. Это просто про немецкий сервис. А все потому, что все захотели, чтобы было... Это просто про немецкий демонсервис ненавязчивый, за огромные деньги. Зато, друзья мои, выяснилось, что в оффлайн магазинах цены ниже, чем в интернете нынче. Да, поэтому я вот покупала себе в том числе всякую технику. Потому что им надо как-то оправдывать аренду? Я не знаю, видимо, потому что это единственный теперь аргумент, почему люди должны вообще куда-то ходить. Я говорю, сейчас все вкусили вот это оффлайн, онлайн покупки, какие-то другие всякие приколюхи. Как вам солнце? Так, ой, какой красный. Отключи камеру у тебя здесь. Я хочу захватить камеру еще чуть-чуть, захватить ребят и уже вести к концу, потому что мы хорошо сегодня поболтали опять снова. Надеемся, что дальше будет веселее. Ребенок ставит рекорд по игре. Хоть мы еще и не рассказали вам, что это за формат, потому что мы сами еще не придумали, не определились. Просто, в общем-то, если вам, ребят, приятно, весело, оставайтесь, пишите, если хотите присоединиться к нам, если у вас есть какие-то потрясающе интересные истории, разговоры, если вы так же болтливы, как мы. И если вы нам понравитесь. Нет, это не кастинг, но история о том, что мы открыты и давайте дружить. Мы готовы делиться опытом, готовы приглашать классных ребят. Психотерапевты у нас три разных есть. Выпить сам вина. Сейчас я подсниму вот этот прекрасный закат. Нашу съемочную площадку Патрика, Соню, Димасика, Лию и прекрасный Гамбург, который уже вечерний и закатный. Спасибо, что вы с нами, вы классненькие. Да и мы, в общем-то, тоже. Увидимся через день. Знаете, даже если вы нас не полюбите, то у нас шикарная крыша, отличная компания и, собственно, три камеры. Ура! 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 Ура!